Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я хочу по многочисленным просьбам показать своего монгольского карлика. Так как я первый год его всего лишь выращиваю, я сейчас ищу немного у меня своих мыслей о нем, потому что вот только-только он у меня вырос. И я с вами сейчас поделюсь информацией, кто о нем ничего не знает, что о нем пишут в интернете. Я вот специально выписала, написано монгольский карлик, чудо-сорт, ультраскороспелые, плоды массой до 200 грамм, монгольский карлик, томат, выведенный симбирскими селекционерами, относится к категории раннеспелых, низкорослых томатов. Высота никогда не превышает 50 сантиметров. Отличительной особенностью является то, что основной ствол на высоте примерно 20 сантиметров начинает резко изгибаться вниз. На нем вырастают пасынки, которые в свою очередь тоже стремятся к земле таким образом. Получается невысокий стелящийся куст. Он может занимать площадь полквадратного метра. Томат достаточно крупный, красного цвета, мясистый, сбалансированный по вкусу. Листья сильно опушенные, узкие. Монгольский карлик, томат для ленивых, он не требует посынкования и подвязки, может спокойно перенести отсутствие полива, но затяжные эксперименты проводить не стоит. Вот мне прислали два человека семена этого томата, монгольский карлик. Я его посадила не очень рано, потому что у нас были заморозки. С посадкой, конечно, опоздала. И я не знаю, как с ним тут быть. Вот он, туда вглубь залезешь, видите, сколько много томатов. Все там в томатах. Но там так густо, что я туда даже руку не могу просунуть. Вот хотела туда залезть никак. И вот один сорт, один куст, вот этот вот я, немножко нижние листики поощипала, чтобы было хоть видно, там есть помидоры или нет, хотела проверить. А дальше, вот видите, вот этот лес густой, дебри, это я не трогала. И вот эта вся плантация, вот это вот, это всего пять кустов. Он расползается во все стороны. Места ему, ну, как и написано, там нужно много. И я не знаю, нужно ли удалять вот эти лишние листья, или оставлять прямо вот так загущенный его. Он и в ширину уже больше метра, ну, метр двадцать, наверное, метр тридцать. И вот так вот все заполонил. Ну, плодов там много. Я надеюсь, конечно, что они у меня успеют вызреть. И опять же, и отзывы о нем противоречивые. Вот одна женщина, которая вот мне прислала семена, одна из двух, пишет, что у них они несистые такие, вкусные, сладкие. Другая женщина написала, что у них он водянистый. Скорее всего, это, наверное, зависит и от погоды, и от региона. И вот написано в интернете, что одним из наиболее востребованных овощей является томат, выращивается. Но, к сожалению, не всегда ожидания воплощаются в реальность. И отличным выбором станет монгольский карлик, потому что он дает всегда хороший урожай. Это не мое мнение, это вот я выписку с интернета вам читаю, потому что у меня еще не было урожая монгольского карлика. И вот выписала основные особенности и преимущества этого сорта. Тут написано, что многочисленные положительные отзывы о сорте монгольский карлик говорят о том, что вид является чрезвычайно популярным. По достоинству многие оценили его преимущества. Помидор легко выращивать в любых климатических условиях, потому что он относится к низкорослым. Высота едва достигает 30 сантиметров, но плоды достаточно объемные. 200 грамм. Говоря о вкусовых качествах, помидор обладает сладковатым вкусом, очень сочно, имеет красный цвет. Самой яркой характеристикой сорта является его потрясающее плодоношение, поскольку с одного куста вполне собрать 10 килограммов плодов. Но если посмотреть на обильное цветение, действительно, цветов очень много. И все цветы завязываются, появляются плоды, плодов очень много. Вот туда, как я говорила, вглубь, если заглянуть, они там друг на дружке налеплены. И, по идее, урожай-то должен быть большой. Вот он у меня успеет или нет. И написано, что данный сорт не требует каких-либо особенных правил выращивания, не нуждается в пасынковании, стебель является сильно ветвящимся и проникающим к земле, выпускает пасынки и, собственно, формируются новые и новые плоды. Куст не идет в высоту, а в ширину может достигать одного метра. Вот что я говорила, у меня уже метр с лишним. Продолжается данный процесс аж до первых заморозков. И к основным преимуществам, читая опять выписку с интернета, можно отнести плоды, достаточно быстро спеют, даже если они посажены на открытом грунте. Купить сорта монгольский карлик, значит, приобрести растения, не требующие пасынкования, существенно облегчает уход. И тут написано, что сорт вполне нормально переносит недостаток влаги, несвойственно болезнь фитофтороза, собирать урожай с растения можно до глубокой осенью. Из-за того, что он низкий, ему не грозят сильные ветра, и написано, что касается недостатков, то к ним косвенно можно отнести лишь один. Сложно купить томат, монгольский карлик по доступной цене. Я действительно зашла на сайт, и на всех сайтах 100 рублей пачка, в пачке 8 штук, 8-10. Это значит, что одно семечко стоит 10 рублей. Цена непомерно высокая для такого простого томата. И я подумала, что если действительно он такой урожайный, да, на нем очень много плодов, значит, он один куст дает огромное количество семян. То почему такая непомерно высокая стоимость семян? Мне это непонятно. Вероятно, продавцы пользуются ажиотажем, поднятым вокруг этого сорта. Мы отнынче вырастим, если получим много плодов. Я его включила в каталог под номером 170. И если они у меня все прекрасно соспеют, я соберу семена, я их выставлю на продажу, но, конечно, не по 100 рублей пачка, а также, как все, 10 рублей. У нас что монгольский, что русский, все одинаковая цена. Ничем он не отличается от других. И вот спасибо женщинам, которые мне выслали эти семена. Я давно хотела купить, но с приобретением действительно проблема. Куда не зайдешь, в какой сайт, везде нужна полностью покупка на 500 рублей. За 100 рублей ты не купишь этого монгольского карлика. Везде, где он не продается, к нему нужно будет покупать еще на полтысячи семян. Так как у меня свои семена, мне это не очень выгодно. И я все, ну, думала, хочу. Иногда зайдешь, нет этих семян, их расхватывают даже по 100 рублей. Ну, вот у нас есть нынче прекрасная возможность получить семена монгольского карлика по 10 рублей за пачку. Будем молить Бога, чтобы он нам дал хорошую погодку, чтобы монгольские карлики вызрели. Пока что мне непонятно, что с ними делать, вот с этой густотой. Сейчас я видеоролик выложу, может быть, кто-то мне подскажет, как они убирают, ли вот эти вот измерные, излишнюю вот эту листву. Так что даже там томатиков внутри не видно. Но хотя их много, я говорю, я вот везде заглядывала, туда внутрь начинаешь руку запускать. Вот они, видите, уже большие плоды. Вот они уже большие плоды, монгольские карлики. Но все в листьях. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Этот видеоролик, конечно, никому сильно пользы не принесет, потому что я от себя ничего не могу сказать. Хороший, нехороший томат. Но я вот выписку сделала, примерно ориентируйтесь, что он вот такой, если кому-то нужен такой томат, потом будете заказывать, можете его написать. Я думаю, плодов будет очень много нынче.